Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна, я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но именно сегодня мы с вами в стране безопасности, и у нас финал. Но прежде чем представить участников сегодняшней игры, я хотела бы показать вам турнирную таблицу, куда внесены уже результаты всех команд, принимавших участие в игре. Итак, внимание на экран. Итак, полуфинал уже сыгран. В нем победила команда Варвары и Ярослава с отрывом всего лишь в один балл. Но чем бы ни закончилась сегодняшняя игра, каждый из участников команды главную победу в нем уже одержал. О безопасности они стали знать намного больше. Ну, а сейчас время представить сегодняшних участников финальной игры. Это Алена и Иван. Ребята, вы смогли набрать 35 баллов. А как вы сегодня оцениваете ваши результаты на победу? Мы победим! Вторая команда финалистов – это Арина и Арсений. Они у нас лидеры. По итогу всех игр они заработали 36 баллов. Ребята, как настроение? Отличное! Удачи, ребята! И третья финалист – это команда Максима и Натальи. Их результат – 35 баллов. Как мы видим, все команды подобрались одинаково сильные. А это значит, что финал будет очень интересный. Ребята, как вы оцениваете свои шансы? Очень хорошо. Вы готовы победить? Да! Ребята, как вы оцениваете свои шансы? Ребята, мы на месте. Кто из вас знает, куда мы приехали? Лицей МЧС! Правильно, это лицей при Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям. Именно здесь состоятся наши с вами финальные конкурсы. Расстановка сил вам уже ясна. И пора приступать к первому испытанию. Готовы? Да! Ребята, за время наших испытаний вы многое узнали о правилах поведения в различных ситуациях. И самое время проверить ваши знания. Вы находитесь за экранами мониторов, на которых будут изображены 8 вопросов. За каждый правильный ответ вы можете заработать 2 балла. Если же ваш ответ будет неправильный, то 2 балла я у вас отниму. После прохождения теста ваши баллы я суммирую, и мы посмотрим, какая команда справилась с заданием лучше. И так, ребята, пора подводить итоги. Команда Алены и Ивана допустила одну ошибку, и их результат составил 30 баллов. Команда Арины и Арсения также допустила одну ошибку, и такой же результат 30 баллов. А вот команда Наталья и Максима справились с заданием на отлично, и их результат 32 балла. Молодцы, ребята! Ребята, а теперь самое время перейти от теории к практике. Для этого я вам предлагаю перейти на следующую площадку. Итак, ребята, перед самым главным испытанием небольшая разминка. Для того, чтобы участвовать в следующем конкурсе, вам нужно выбрать по одному из представителей из каждой команды. Которым перед большим набором медицинских предметов и лекарств необходимо собрать будет аптечку первой медицинской помощи. На ваш взгляд, 5 самых важных предметов, которые бы вы положили с собой в аптечку и отправились куда-нибудь в путешествие. За каждый правильный ответ вы можете заработать 3 балла. Приступаем, выбираем, кто же пойдет участвовать в конкурсе. Выбрали? Подходим. Девочку посередине можно. Начинаем. 5 самых важных медицинских предметов или лекарств. Что вы возьмете с собой в путешествие? Для оказания первой медицинской помощи. Не забываем, первая медицинская помощь. 5 предметов. Итак, готовы? Проверили? Да. Точно 5? Пересчитали? Да. Не больше, не меньше? Да. А сейчас мы посмотрим и проверим, какие же у вас результаты. И напоминаю, что за каждый правильный выбор вы можете заработать 3 балла. Итак, ребята, для того, чтобы справиться с заданием на отлично, вам необходимо было положить в аптечку бинт марлевый, йод, вату, жгут и активированный уголь. Посмотрим, как вы справились с этим заданием. Итак, Максим, ты принес своей команде 12 баллов. Молодец, поздравляю тебя. Арина, твой результат. 9 баллов, что тоже неплохо. И Иван, ты, я смотрю, принес своей команде тоже 9 баллов. В принципе, вы хорошо поработали. И самое время приходить к нашему финальному испытанию. Готовы? Да. Ребята, наконец-то мы с вами можем приступить к нашему финальному конкурсному испытанию. Оно называется боевое развертывание. Именно в нем вы можете почувствовать себя настоящими спасателями. Для этого вам необходимо будет подсоединить рукавную линию и подать ствол для того, чтобы сбить условный наш пожар. В данном случае это футбольный мяч. Та команда, которая выполнит этот конкурс быстрее всех, получит 5 баллов. Вторая команда по скорости – 3 балла. И самая медленная команда – всего лишь 1 балл. А помогать в этом конкурсе будут настоящие спасатели. Первыми этот конкурс будут выполнять Алена и Иван. Вторая команда – Арина и Арсений. Третьими стартуют Наталья и Максим. Готовы? Да. Третьими стартуют Наталья и Институты. Третьими стартами – 5 баллов. Готовы по скорости – 5 баллов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И победителями финальной игры стали команда Наталья и Максима Я вас поздравляю! Ребята, вы заслуженно получаете звание экспертов по детской безопасности И эти призы Но самое главное, что вы теперь о действиях в различных ситуациях Знаете намного больше о правилах пожарной безопасности И это самый главный результат Поздравляю вас! Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура Советская, 97 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok